Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Бизнес. Финансы. А с работой надеются, что может наладиться. Большой вопрос. Потому что очень сильная зависимость от гособоронзаказа. Хотя я понимаю, что в производстве минеральных удобрений все постабильнее. Но это фактически два города. По падению доходов в нормальной достоверной статистике у нас нет. Все криво-косо, особенно по 2020 году. Поэтому даже цифры называть не буду, но по цифрам вы идете в тренде. Вот как страна грохнулась по доходам во втором квартале на 8%, так примерно и Киевская область. Хорошая новость. Все в кризис потеряли доходы бюджет. Вы все-таки отделались меньшим испугом. Потому что падал-то прежде всего налог на прибыль. А у вас в структуре бюджета его доля невелика. У вас больше налог на доходы физлиции. Извините, вы на треть, даже чуть больше, дотационные регионы. Да, у вас налог на прибыль грохнулся на 30%. Но поскольку его вклад в бюджет гораздо меньше, а НДФЛ так не летел, потому что людей не увольняли, а держали, в общем, на неполной занятости. Поэтому, ну, как в среднем по стране. И второе. Вам так неплохо помогли. Да, очень сильно в этот кризис помогли всем субъектам. На 60% за 9 месяцев выросли трансферты, потому что летели доходы бюджета чудовищно. Добавили очень неравномерно. Вам повезло. Кировская область потеряла собственных доходов. Меньше 2 миллиардов. А докинули вам по январю-августу 7,5. В чем проблема Кировской области? Ну да, вот вы вроде более чем на треть дотационные. Но вот все равно, даже с этой добавкой, ваши душевые доходы и расходы всего лишь две трети от средних по стране. То есть они у вас такие же, как у Пензы, у Чуваши, у Мариэлла. А все-таки более индустриальный регион. С зарабатыванием и стратами беда. Денег в регионе очень-очень мало. Программа «Эхономика» 101FM